Итоги подготовки к пожароопасному периоду стали главной темой заседания комиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧАЭС, которые провел вице-мэр Игорь Михайлов. Тесно связаны два пункта повестки дня. Защита от угрозы лесных пожаров, населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий. Любые возгорания на особо охраняемых природных территориях предсюда вызывают большой общественный резонанс. Каждый пожар на этих территориях это настоящая трагедия для нашей природы. И наша с вами задача сделать все, чтобы технические трагедии не повторялись. Представители заповедника Утриши Новороссийского лесничества отчитались о силах и средствах, которыми они располагают для борьбы с пожарами. Впрочем, куда важнее не бороться с огнем, а предупредить возгорание. Патрулирование у нас ведется со стороны акватории, это морскими катерами ежедневно с 7 до 21 часа. Далее по противопожарным дорогам автопатрулирование у нас ежедневно ведется. И остальное участок мы входим в пешее патрулирование. Что касается жилых массивов, то сейчас списки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, официально значат только большой и малый Утриш. Проведен анализ территории Анапы, перечень предлагается расширить. В отделном зоне деятельности предлагают включить туда еще село Суко, в связи с тем, что там смешанный лес, село Варваровка, село Гайкадзор, Бужор, СНД Зеленая Роща, а также внести населенные пункты, подверженные лесным, ландшафтным пожаром, это хутор Песчаный и село Витязево. Главы сельских округов и руководители всех структур сегодня получили поручение о дальнейших действиях. Уже завтра в Анапе вводится особый противопожарный режим. На основании прогноза погоды на майские праздники. Мы прогнозируем, что на всей территории муниципального образования имеется угроза возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с природными пожарами. Предлагаю установить особый противопожарный режим на территории муниципального образования в период с 30 апреля по 10 мая включительно. Особый противопожарный режим предписывает запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы, а также посещение лесов. Для нарушителей предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Антон Чистяков, Алексей Диевейкин, Михаил Григорьев, Анапрегион.